16 шахедов россияне по нам запустили, 26 беспилотников полетели туда, в сторону России. Конечно же, конечно же, российские СМИ и Минобороны их отрапортовали, что все сбили, губернаторы там клянутся, божатся, что все позбивали, все 26 БПЛА, но, как правило, россияне сбивают беспилотники чем угодно, нефтебазами, аэродромами, самолетами, кораблями своими сбивают, складами с БК, в общем, чем угодно сбивают, но только не тем, чем могли бы и чем их правильно сбивать. Итак, прилетели в сторону аэродрома Миллерово, паблики сообщают, что пожары в районах стоянки и складов, стоянки авиации и складов там на аэродроме, ну, ждем детализацию, сейчас вот прояснилось все, спутник там скоро покажет. А нефтебаза горела 200%, есть кадры, во многих пабликах они появились, и я не публикую, потому что там водяной знак, и за это прилетает страйк периодически от нехороших, нехороших русских, которые волнами просто, какими-то сотнями иногда прибегают гадить в комментарии, но у нас есть админ с железобетонными нервами, он их всех выжигает и в бан отправляет. И, значит, пять десантных самолетов Ил-76, это я вот про авиадостижения, про импортозамещение, пять десантных самолетов Ил-76 вышли из строя из-за некачественных подшипников. Представляете, возбуждено, Следственный комитет России уголовное дело возбудил, а я напомню вам, недавно, помните ту, ой, этот, сухой суперджет сотый упал из-за неправильно установленной там французской детали, то есть, помимо импортозамещения, то есть, как кто-то правильно писал, что если начнут запчасти и на турбины, и на самолеты с Алиэкспресс брать, ну или китайские аналоги, то в скором времени, в общем-то, не придется избивать ничего, и дроны не придется отправлять, они просто не смогут взлетать. Поэтому засекретили они сейчас количество поломок, то есть, не публикуются в начале года на самолетах гражданской авиации. В начале года, какое-то аномальное, то есть, буквально за пару-тройку месяцев, как за весь прошедший год количество поломок было на гражданской авиации, и решили, видно был дан указ или сигнал или просьба не публиковать больше информацию об инцидентах. Если только, конечно же, он на камеру не попал, он просто падает. Вот как с этим сухой суперджет был. Поэтому, и я, кстати, напомню об успехах. Путин же потребовал, поставил задачу произвести в прошлом году, вот они, россияне, должны были произвести этих сухой суперджет-132 самолета. Знаете, сколько произвели? Даже не произвели, а дособрали еще с предыдущего, позапрошлого года. Два. Вот вам, значит, про импортозамещение, про способность россиян что-то производить, кроме неприятностей для других. Ростовская область многострадальная. Там жители Батайска вышли протестовать к офису Дон Энерго в городе третий день. Ай-яй-яй-яй-яй. Отключают электричество из-за перегруза сетей. Представляете, местные жители, у нас нет ни воды, ни света. В высотках не работают лифты. Пожилые люди в отчаянии. Они уже готовы умирать от гипертонии. Днем можно еще куда-то сбежать, а ночью это жесть. И власти, конечно же, объясняют это перегрузом электросетей, которые не справляются с нагрузкой. Ну а как бы вот оно так и работает, карма, по большому счету. То есть, когда ты сознательно, ракетами уничтожаешь энергетическую инфраструктуру чужой, другой страны, никакой не братской, и знать, которая тебя не хочет, но ты хочешь держать ее, чтобы она из жижи не вырвалась, чтобы она так же, как ты, жила. Я всегда привожу, ну кто был и в Украине, и в России, привожу в качестве примера, как понять вообще разницу. Нужно в украинское село или в российскую деревню заехать. И посмотреть, чем они отличаются. Если вы там еще на Закарпатье все заедете, это вообще красотища просто. Ну в общем, в Краснодаре люди перекрывают дороги из-за отключения света, жалуются, что света, воды нет. Путин вообще там крипто майнеров обвинил, мол, слишком много майнят криптовалюты, дешевое электричество, поэтому вот легли сети. Но мы-то знаем с вами, почему легли. Кстати, в том числе и потому, что чинить нужно не всегда есть чем. Ну и плюс, все на войну, как говорится. Если раньше выделяли деньги на починку, модернизацию электрических сетей, ну на подрядах украли, распилили, понятно. На строительство дамбы, то есть там украли. То сейчас выделяют меньше, потому что на войну нужно больше. А воровать меньше не стали. И по факту получается история следующая. Еще меньше денег доходит вот на эти все моменты. Ну и плюс не только война, то есть множество факторов, как говорится. И прилеты, кстати, по энергетическим объектам российским тоже присутствуют. Так что такие вот дела. Ну наконец Зеленский поговорил с Трампом. Трамп в своем репертуаре, он сказал, что мы сможем договориться о сделке. Это был очень хороший разговор. Вот они по телефону поговорили, и у них будет еще личная встреча. С одной стороны, конечно, здесь очень тонкая грань. Чтобы никто не расценил это, как то, что Украина официально отдает предпочтение. Или, например, уже ставит на какого-то еще не победившего кандидата. Понятно. Но мы разговариваем и с Байденом, с действующим президентом. И пока еще кандидатом. Вот у нас была возможность на саммите поговорить. И с Трампом. То есть здесь никаких... Это не политическое предпочтение. Это разговор, потому что конструктивный. И потому что Трамп, как человек, который может стать с большой долей вероятностью президентом, он, естественно, будет сильно влиять на процесс. Поэтому подстелить солонку, подготовить почву, уже сейчас нанять несколько толковых лоббистов, уже сейчас работать с окружением Трампа, уже сейчас делать ставки на определенные... Ну, не в смысле, что он уже победил, но... То есть, чтобы это не стало для нас неожиданностью. Поэтому будет встреча и будет разговор. Значит, что сказал Трамп? Как он отреагировал? Ну, во-первых, Зеленский осудил его покушение на убийство Трампа. И Трамп сказал, я ценю президента Зеленского за обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир и положу конец войне, которая стоила стольких жизней. Обе стороны смогут собраться и договориться о сделке. Трамп всегда говорит терминами бизнеса, сделки, сделки, деньги не тратить, лишние и так далее. Поэтому для него это абсолютно нормально. Ну, пока что Трамп не озвучивает свой план однодневной завершения, так сказать, однодневный план завершения войны, потому что он же говорил, что в 24 часа это сможет сделать. Смотрите, что придумал Путин и Лукашенко. Они приговорили, вот сейчас я начну с этой новости, и дальше размотаем ее немножечко, почему так произошло. Суд в Беларуси приговорил к смертной казни немецкого медика. Раньше его признали виновным в терроризме и наемнической деятельности. Сообщили об этом правозащитники. Казалось бы, при чем тут Беларусь, немецкий медик и смертная казнь. Значит, этого медика захватили россияне в Украине. Его обвиняют, что он был в том, что он был участником полка Калиновского. На самом деле это не так. То есть вот это вот господина Кригера. Да, действительно, его обвиняют, что он в полку имени Кастуся Калиновского. Но он медик, он в Красном Кресте там был. Возможно, он воевал в интернациональном легионе. Есть такой у нас в Украине. И Зеленский об этом говорил. Но к полку Калиновского он не имеет никакого отношения. Значит, что важно. Взяли россияне, передали в Беларусь. Для чего? Потому что Беларусь единственная из европейских стран, страна, в которой еще осталась смертная казнь. И его там же сразу к этой смертной казни приговорили. То есть понимаете, что произошло? МИД Германии об этом знают. Германии пока не сильно комментируют. Но они знают о том, что произошло. Но специально как бы на плаху, на эшафот человека фактически доставили. И теперь терроризируют. Не исключено, что Путин будет использовать вот этот ход. Ну то есть вообще тут абсолютно какая-то дичь правовая произошла. Взяли на территории Украины, чужой страны. Если судить там против, он воевал против россиян, забирайте. Потом на обмен может пойти к себе в Россию. Ну нет, отправляют туда, моментально быстренько осуждают и выносят приговор о смертной казни, про расстрел. Для чего? Ну вот мы понимаем с вами, что мы его уничтожим, если вы не пойдете навстречу. Кригер является действительно козырной картой Лукашенко. Берлин сейчас 200% ведет переговоры неофициальные с ним. И Лукашенко может сейчас много чего себе выторговать. Потому что мы понимаем, что Берлин в Европейском Союзе, естественно, имеет свое влияние. Не исключено, что Путин захочет поменять, уже не Лукашенко, а Путин. Ну он же ему не просто так, как подарок Рика Кригера передал. Он захочет поменять вот на того самого офицера ФСБ, которого взяли в Европе, который уничтожил, ну убил точнее, чеченского полевого командира Зелимхана Хонгашвили. И Путин про этого Красикова, офицера ФСБ, который это заказное убийство осуществил, он говорил Такеру Карлсон, ну и периодически он об этом говорит. То есть он даже хотел этого Красикова, потому что, видите, это же его, из его структуры ФСБшник осуществил, значит, ликвидацию. Вот он для него прям идеальный герой для Путина. И он хотел его, естественно, обратно забрать. Он в Германии находится, Красиков этот, понимаете. И тут вот оно как сложилось. И поэтому я думаю, что могут попытаться, такую удачу гражданина Германии захватили, могут попытаться на Красикова поменять. Потому что есть же еще Эван Гершкович, это американский журналист, Wall Street Journal, которого Кремль обвинил в шпионаже. И вот его буквально вчера к 16 годам колонии приговорили. А это вообще абсолютно дикое какое-то дело с Эваном Гершковичем. И это тоже рычаг давления. То есть по факту Трамп и Байден, они будут пытаться освободить, потому что свобода граждан Соединенных Штатов, она превыше всего. То есть это будет великое достижение, если Путин, например, соблаговолит, когда Трамп станет президентом. Если Трамп станет президентом, такой подарок сделать, на кого-то обвинять. А вот в данном случае будут, скорее всего, на ФСБшника менять или пробовать поменять. В ближайшее время мы с вами узнаем. Кстати, Эвана Гершковича, это вообще первый случай после завершения Холодной войны, когда захватили просто в тупую так журналиста и обвинили 16 лет ему, значит, колонии. А, значит, в чем его обвинили? Тут очень интересный момент, что он, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Ну, там уже не секрет, какого предприятия. Речь идет об Уралвагонзаводе. Но тут в чем, как говорится, ну, Эвану Гершковичу не до смеха, но тут в чем парадоксальность ситуации? Он действительно писал материал об Уралвагонзаводе. Он действительно собирал эту информацию открыто, он беседовал с людьми, он там какие-то публичные данные собирал. И вот этого стало, ага, ты, значит, то есть то, что вы ходите, фотографируете или просто задаете вопрос про, ну, какой-то завод, про который и так все знают, или про российскую военную технику. Вот захотели вы, например, про российскую военную технику материал написать. Начинайте собирать информацию. Будьте любезны на 16 лет, не важно, что вы гражданин другой страны. Так вот, вообще я удивляюсь, помните, в советское время иностранец, это однозначно шпион, там черные очки, хорошо одет как-то, иначе одет на улицах. Это 200% шпион во всех фильмах. А иностранец с фотоаппаратом, это просто джекпот, это сразу же шпион шпионович, самый главный. Ну, в общем, шутки шутками, но два гнусявых, две гнусявых плесени вот этих, которые всему миру не дают покоя, они продолжают террор. Но что тут интересно, если, зачем, в принципе, посылать журналиста Wall Street Journal, писать материал про Уралвагонзавод, ходить открыто там, чего-то спрашивать, фотографировать. Если это все можно сделать, заплатив российским инженерам деньги, ну или кто имеет доступ к этой информации, и не ставя под риск своего гражданина. То есть, вот здесь логика в чем вообще. По такой схеме можно, в принципе, хватать всех подряд. Брать журналистов зарубежных изданий и говорить, писал про войну или там про российскую технику военную, значит, собирал информацию. Все, поехали, значит, в Лефортово. Недавно, Седа, с самого начала войны, где-то прошло месяцев шесть, и начались в России аресты инженеров, тех, кто на заводах работает секретных, полусекретных, тех, кто гиперзвуком занимается, эти кинжалы, кто там проектировал и так далее. То есть, все это проходит и сейчас, куча арестов, ровно потому, что российские инженеры в легкую продают данные туда, куда нужно продавать. И, кстати, не всегда они работают с западными спецслужбами, с западными разведками. Они периодически, вот недавно был скандал, китайским друзьям сливают документацию. Как это так может быть? Это же не по-дружески просто. Господин Си, что вы себе там вообще думаете, своего друга подставляете? Ай-яй-яй, как нехорошо. Я вообще думаю, что Китай, Россия, точнее, пронизана просто сетью китайской везде. Ну, я начиная с телекоммуникационного оборудования, заканчивая тем, что инженеры с радостью просто передадут документы за хорошую оплату. Ну и новости, которые я вам обещал, мы идем так по нарастающей, в хорошем смысле слова. Бельгийский депозитарий Юра Кле наконец-то в июле, вот в этом месяце, осуществит первый перевод 1,5 миллиарда от доходов на российские активы. Те активы, которые заморожены, на них капал процент, там около 300 миллиардов, этот процент забирают, передают Украине. Украина, точнее, не так даже, решили еще интереснее поступить. Решили дать Украине кредит в 50 миллиардов, ну потому что Украине там на оружие, на экономику много денег нужно, и правда. Сразу 50 миллиардов дать, а кредит этот будет погашаться за счет вот этих процентов, которые на российских активах будут появляться. И естественно, во-первых, решается две задачи. Первая, мы получаем здесь и сейчас деньги. Вторая, мы, российские деньги, лежат заморожены очень долго, российские активы. Потому что пока накапает процентами 50 миллиардов, это будет прилично. Единственное, там саудиты попытались немножечко спасти Путина, потому что речь шла о том, что не только проценты, но и само тело, сами активы можно будет передать Украине. Нет, саудиты вмешались и пригрозили, мол, мы начнем продавать долговые обязательства, бумаги, французские, там еще какие-то. Ну, короче, сбрасывать начнем ваши ценные бумаги. Если вы изымите активы у России. Почему они это сделали? Потому что, наверное, боятся подобного прецедента. В автократические государства, которые держат деньги, в том числе в большинстве своем, в европейских депозитариях, боятся, что вот сейчас будет прецедент с Россией, а дальше там за какие-то нарушения прав человека, геноцид, еще за что-то, политические убийства, просто будут вот так изымать их активы. Ну, в общем, саудиты Путина немножечко спасли шаман. Вчера сначала митинг провел у посольства США в Москве, а потом и концерт устроил. Знаете из-за чего? Из-за блокировки его и других артистов на YouTube. Ну, артистами их, конечно, назвать сложно. Я просто... У меня такое ощущение, что специально подбирают каких-то вот максимально умалишенных. Ахлобыстин, Чичерина, Дюжев. Этот некогда, некогда неплохой актер Машков, который уже просто у него... Его аж трясет. Знаете, мем. Меня аж трясет. Вот Дюжев тот под веществами просто в космозоу куда-то там, да, отправляется моментально. Так вот, вот этот шаман. Там... Кого там заблокировали? Ну, понятно, всех этих Лепсов, Чичерина, Газманова. Газман хотел. Газман и шаман. Газманова этого... Как его? Эскадрон моих мыслей шальных. Так вот, главный вопрос. А чего вы протестуете? Вот я сейчас смотрю на скриншот, там снимали этот митинг. Пришли такие дамы классические российские в кокошниках и с плакатами. Я не знаю, почему у шамана именно такая аудитория. Ну, ладно. Ютубу скажем мы пока, ведь шаман есть на ВК. ВК это ВК, если дети, наверное, уже не помнят украинские, потому что он в незапамятные времена был заблокирован. Но, так вы чего? Вы наоборот радоваться должны, что шамана, газмана, кого там еще, Лепса, повыкидывали из Ютуба. Вы наоборот должны говорить, это же санкции, они нам полезны. Где же вот это все? Не смешите наши Искандеры. Ушли в свой чебурнет, Рутуб или что там у них есть такое. Вот туда, там и пойте. В чем вообще проблема? Вот ВК есть, ВК. Нет. Возмущаются. Там, кстати, в России замедлять собираются Ютубы. Я думаю, его впоследствии отключат за вот такие недружественные действия. А вообще, он же шаман пишется этими буквами нерусскими. Он не шаман пишется, вот как Ша, знаете, в детстве находили на улицах такие железные штучки, как буковка Ша. И для всех это была загадка, как они появляются, что это такое. Ну, потом, во взрослом возрасте, конечно же, мы узнали отгадку. Но, вот так. Вот он же не через такую Ша пишется, а пишется он вражескими буквами, я вам так скажу. И вообще, шаман. Есть Волхв, ваша славянская. Вот Волхв, пусть будет выговорить сложно со старта. Шаман. Поэтому концерт он еще потом проводил и обливал вот этих дам шампанским. Ну, в общем, я думаю вообще, что нужно инициировать в обязательном порядке уход всех российских артистов, пропагандистов, групп и так далее. Которые, естественно, поддерживают Путина и путинский режим из вражеского Ютуба. Обязательно из вражеского Спутифай, отовсюду, с Эппл Стора, отовсюду, отовсюду, со всех вражеских ресурсов уйти. Потому что я считаю, что это небезопасно человеку, идейно крепкому, Путина любящему, находиться вот на подобных ресурсах. Поэтому прошу рассмотреть, если вдруг тут забегут боты российские, они волнами набегают, прошу рассмотреть эту инициативу и внедрить ее в Россию. А то как-то нескрепно получается. Ну и вишенка на торте, напоследок, это новость. Дисней, друзья, отказался от образа грустного медведя-алкоголика. Значит, поясню, о чем речь. Более 50 лет гостей Диснейленда в Орландо, это штат Флорида, развлекает медведь с укулеле. И он один из 18 медведей, которые поют песню из мультфильмов Дисней в стиле кантри. Его этот аттракцион лично Уолт Дисней придумал, но он умер в 66 году. И вот с тех еще времен этот медведь, ну тогда немножко иначе воспринимались. Просто у него кличка, он выглядит, во-первых, действительно как грустный медведь-алкоголик. А во-вторых, у него кличка печеночные губы, и это такой намек вот на цирроз печени, на что он, заболевания связаны со спиртным. Ну, в общем, откажутся они от образа грустного медведя-алкоголика. А мне кажется, я знаю, кто бы мог заменить, ну после, конечно, отсидки, грустного медведя-алкоголика в Диснейленде в Орландо. Субтитры подогнал «Симон»!